Дюна Дюна А стоило ли огород городить? Стоило, стоило. Новенькое, которое хорошо забытое старенькое. Не, ну вы приколись, 49 миссий, куча видео, графическое ядро, как золотое яичко, палитры 16 бит. Это круто. А сюжет остался прежним. Да я и прежнего не знаю. Как дело-то было? Все рвут друг друга на части. В общем, волчьи капиталистические законы. Все делят крошечную пустынную планетку Аракис, разъебающую где-то на задворках Вселенной. В недрах этой планеты покоится волшебное вещество. Эдакий сверхомолаживатель. Представь, заглотила пилюлю и сбросила лета как 20. Ну как перспективка? Если мне сбросить 20, я же в минус уйду. А так идея классная, как в лифт-кремах от морщин. Ту же фишку просекли и три великие расы, населяющие Вселенную. От Рейды, Харконины и Орбисы. Вот тогда и пробил судный день планеты. Началась отчаянная схватка за владение бесценных ладолуев. А ты за кого здесь? За белых или за красных? Ян Анко. За интернационал. Играть можешь за любую группировку. Выбирай на вкус. Только помни, у каждой из них свои плюсы и минусы. Одна, развита технически, но зато медлительно. Другая же, наоборот, с мозгами все в порядке, зато мускулы не откид. Третья команда. Вообще хлебом не корми, дай только кого-нибудь обмануть или пошантажировать. Ну куда бедному крестьянину податься? А куда хошь. Научишься играть в дюну, считай, что стала геймером. А поклонникам старой дюны новая игра явно придется по вкусу. Ну как же, атмосфера прошлых лет с новыми графическими возможностями. Но, скорее всего, игра не вызовет истерики у большинства геймеров. Пришло время 3D-игр, в том числе и стратегий. А новая дюна, несмотря на все примочки, так и осталась.